Программа не имеет возрастных ограничений. Программа выходит в эфир при поддержке Вятского государственного университета. Книги рождают мечту, вызывают её к жизни, заставляют размышлять, воспитывают самостоятельность суждений. Помогите своему ребёнку полюбить мир книги вместе с магазинами «Бумага». Здесь вы найдёте научную и художественную литературу для семейного чтения, развивающие игры, учебные пособия и рабочие тетради. Огромный выбор книг для исследователей всех возрастов. Читайте и изучайте вместе с сетью магазинов «Бумага». Огромный выбор книг на Октябрьском 88 и МОПРОСИМ. Всё перепробовали и не знаете, где ещё отметить день рождения школьника? Приходите на Вятский квест. Команда совершит приключения с логическими ловушками, тайниками, ключами и встроенными механизмами в путаницы комнат. А именинник проявит свои лучшие качества. Удивите своих гостей. Звоните 49-32-40. Вятский квест. Находимся в самом центре города. Володарского, 132. Детская познавательная программа «Открывашка». Открываем мир вместе. Доброе утро, доброе утро, уважаемые наши слушатели, дети, родители, бабушки, дедушки и просто все, кто подошли в этот день к радиоприёмнику в эфире. Наша традиционная воскресная программа «Открывашка». Сначала я хотел бы поздравить всех тех слушателей наших православных, которые сегодня отмечают светлое Христово воскресенье Пасху. Всех с праздником. И программа у нас сегодня тоже радостная весеннее. Тема ее просто прекрасная. Тема еда полезная. Ну и правда и вредная. Вкусная, ну и невкусная, потому что мы все понимаем, что еда бывает разная. Сразу хочу сказать, что мы будем задавать вам сегодня, как всегда, вопросы. Вы на них будете отвечать. У нас для вас заготовлено много очень красивых призов. И телефон, по которому вы будете звонить и отвечать, называется так 211-101. Не забывайте, 211-101. Кроме того, нашу программу можно смотреть. Если зайти на сайт «Эхо Москвы», то всегда можно посмотреть видеотрансляцию нашей программы. Вот наши соведущие прекрасные вам уже машут ручкой. Единственное, что, конечно, такая программа, как сегодня, тут даже видеотрансляция не поможет. Потому что кроме звука, кроме картинки, у нас здесь много ароматов и вкусов. А это пока еще никакая техника передавать на расстояние, к сожалению, не умеет. Сегодня, как всегда, мы зададим вопросы специалистам, проведем научный эксперимент. Получим мастер-класс от шеф-повара известного ресторана кировского по приготовлению вкусного и полезного соуса. Но это все у нас по ходу программы. Нашу гостью я представлю через буквально минутку. А пока давайте, ребята, чуть-чуть разговоримся. Вот вы сидите здесь такие все умные. Я вас представлю сейчас. Это мои соведущие, да? Мои соведущие. Это сегодня Софья Занько. Привет. Привет. Это Дмитрий Рябов. Здравствуйте. И это Михаил Голиков. Привет. Привет. Так вот, ребят, а вы сами что-нибудь готовите уже? Ну, да, бывает. Я пробовала блины готовить. Блины пробовала готовить? Сама, без мамы? Да, они получились не очень, но... А вы их съели? Ну, есть их можно было. А кто ел? Мама ела. Мама ела. Мама как? Что сказала после этого? Вкусно. Я тоже ела. Мне понравилось. Это давно было? Я не знаю, когда это было. Ну, это было вчера, позавчера или месяц назад? Давно. Давно. И с тех пор все по-прежнему живы и улыбаются. Славно. Иначе у тебя все получилось. Дима, а ты что готовила? Ну, я умею готовить там пельмени, кашу, макарону. Пельмени ты умеешь готовить? Ведь это как? Так, вот взять готовое, водичку опустить и сварить, да? Да, да. Ну, когда она приходит с работы, надо ей что-нибудь поесть. Конечно, правильно. То есть ты маму кормишь? Да. И что, мама говорит по этому поводу? То, что вкусно. Ест с удовольствием? Ну, да. Ест с удовольствием Михаил? Яичницу, кашу. Еще что? Колбасу жарю. Колбасу жаришь? Вот. Кого кормишь? Всех. Всех? Сам ешь? Да, сам ешь. Или только всех кормишь? И даже кота? Да. И даже кота. Ты выглядишь, по-моему, у тебя все нормально получается тоже, да? Вот. Ну, отлично, ребят. Сейчас я представлю нашу гостью большого специалиста из нашего опорного вуза, Сушканова Елена Геннадьевна, кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии нашего опорного университета. Добрый день. Здравствуйте. А вы тоже готовите? Ну, конечно, приходится. Ну, как приходится? Это как-то так грустно звучит, приходится. Вы любите готовить? Да нет, пожалуй. Пожалуй, нет. Это скорее обязанность. Любит готовить. У меня муж. Муж? Он готовит редко, но метко, как говорится. А что он готовит вам? Вот какое самое такое коронное блюдо у вашего мужа? Ну, вот на мужа перешли. Например, он очень любит готовить хашламу, чахахбили. Чахахбили. Тут у нас сейчас название назвали. Нет, это скорее татаро-удмуртское что-то блюдо такое. Понятно. Ну, что, значит, мы, чтобы не откладывать долг ящик, давайте, ребят, кто первый задаст вопрос слушателям? Ммм. Так. Ну, Соня все-таки девочкам. Давайте, да, вот, уступим ей. Правда ли то, что употребление воды во время пищи приводит к растягиванию желудка? Вот такой вопрос. То есть во время приема пищи, когда-то вы обедаете, да? Правда ли, что если вы при этом еще и воду пьете, то у вас желудок растянется, то вот это хочется знать. Да, ну, вот смотрите, вы едите, например, шашлык, и постоянно вода. Вода. Ну, я когда ем шашлык, я водой не запиваю. Ну, в общем, это потому что... Каждого по-разному. Понятно все, да? Я соком запиваю, если шашлык. Хорошо, значит, вопрос мы сформулировали. Так, уважаемые наши слушатели, 211-101. Соня, ну, раз уж мы вопрос задали, давай вот расскажи, какие у нас сегодня призы еще будут. У нас есть просто шикарные призы. Это, например, книга Холли Веб Мэйзи Хитчинс «Секрет пролитых чернил», энциклопедия «Чудеса света», энциклопедия лошади и пони, Холли Веб «Щенок кнопочка» или «Умная малышка», игра Викторина «Сила мысли». Это самый вот большой набор, который у нас тут есть. Огромная коробка. Да, самая огромная. Давай я покажу ее пока. Ты говори, продолжай. У нас есть приглашение, которое, кажется, хочет любой кошатник получить. Это приглашение на двоих в Коте-кафе Зуки, Маклина 30, 20 котов, Мейн-кун, Сфинкс, Корниш, Рекс, Скоттиш, я уже устала перечислять, среди которых Юрий Губернатор входит один чай или кофе для каждого на услуги катакоманды, приставки, книги, настольные игры и раскраски для самых маленьких. Билеты в кинотеатр «Киномакс», приглашение на спектакль Маугли в театр над Спаской 29 апреля, приглашение на семейное кафе, посещение собачной территории. И у нас как раз уже есть звоночек. Дмитрий, давай. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Сидников Артур. Сколько вам лет? Десять лет. В какой школе вы учитесь? В детской гуманитарной гимназии. Мы хотим услышать ответ на вопрос. Я считаю, что во время еды, когда с этой водой, то желудок растягивается. Растягивается? Это миф. Это неправильный ответ. А Артур, да, ты был в заблуждении все это время. Соня, расскажи, что происходит на самом деле? На самом деле, как отвечают специалисты, никакой желудок не растягивается. А наоборот, умеренное употребление воды во время пищи или даже перед ней способствует перевариванию и удаляет лишние калории из пищи. В общем, Артур, когда ешь, не бойся, пей воду, если хочешь. Я правильно понял все. Соня, можно делать лишнюю тренеру дать? Погоди, Дмитрий. Вот у нас вопрос был. Давайте просто у нас есть специалист, в конце концов. Мы сидим тут и говорим там слухи, не слухи, мифы, не мифы. Елена Геннадьевна, как вообще вот разбираться, что правильно, что неправильно? Как понять все это? Ну, в первую очередь, наверное, нужно коснуться такого понятия, как кокосовой анализатор. Вы все знаете, что ощущения химические очень важны для нас и не только для человека. Это наиболее древний такой вкус. Даже у рыб есть рецепторы вкусовые, причем они не только во рту находятся, но еще находятся и по всему телу. Правильно я понимаю, чтобы не есть стекло или какую-нибудь бяку, а чтобы там других рыбок или водоросли у них есть рецепторы, чтобы ничего не схватить, да? Да, но они там более широкую роль выполняют, то есть ощущают изменение химизма воды. И, соответственно, рыба может уплыть или приплыть. Это когда у нас что-нибудь сбрасывается в воду, чтобы проверить чисто, или она в кавычках. Конечно, можно посмотреть, есть рыбы или нет там рыбы. Ну нет, точно нет. Уже сотен миллионов лет, потому что умеют вовремя уплыть в чистую воду. А иначе было бы так. Рыбочки. Когда же в процессе эволюции животные вышли на сушу, то у них рецепторы, конечно, стали не только на теле. Давайте мы это проверим, почему. Значит, у вас есть небольшие наборчики. Так, Соня тоже давайте попробуем. Нам необходимо осушить свой язычок. Так, это что такое? Что такое? Это салфетка, просто салфетки. Мы с салфеткой попробуем осушить свой язычок и положить на язык кусочек белого вещества. Можно начинать? Да, конечно. Начинать так, то есть так и все промокаются язычки. Посушили. Ой, что-то девочке понравилось им это. А зачем вы обратно-то облизываете? Язык должен быть сухой. Посушили и сразу положили кусочек. Так, все, Миша, уже кладите. Так. Я сейчас вот это. Так, что должны они почувствовать или сказать? Они сейчас должны сказать. Так, смотрим на их внимательно лица. Закрываем рот. Так, по-моему, Соня понравилась. Скажите, пожалуйста, как только вы положили этот кусочек на язык, вы что почувствовали? Ничего. Ну, наверное, только то, что прикоснулось что-то к языку, да? А можно вторую? Конечно, конечно, попробуйте. Можно, да? И потом? Сахар. Так, и потом вы определили, что это сахар, да? Очень быстро растворилось. А у тебя? Тоже сахар? Всех сладким накормили? Или ты думал, кому-нибудь перчику подцепить? Нет, нет, нет. Такого белого перчика. Этим экспериментом мы с вами доказали что? Что мы чувствуем... Что вкус определяется только если вещество... Слюна выделяется. ...растворяется. Да, поэтому слюные железы появились впервые у кого? У животных? У тех, кто вышел на сушу. Это были, например, лягушки. Квак-квак. Вот. И так вот от них все это пошло, да? Практически, да. То есть мы не сильно отличаемся от лягушек в плане вот этих вкусовых рецепторов? Ну, в этом плане, конечно. А лягушки, они тоже вот как и мы, вот разные эти вкусы ощущают сейчас? Ну, нет. Я думаю, нет. И я тоже могу задать вопрос, если мне позволительно. А вот задайте прямо сейчас вопрос слушателям, конечно. Можно это нужно. Я думаю, что каждый слушатель знает, что у нас есть 4 базовых вкуса. Да, 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 да. Уважаемые слушатели, скажите, а хищные звери какой вкус не ощущают? То есть у нас всего 4 базовых вкуса. Это горькое, соленое, сладкое и кислое. Правильно я сказал, да? Мне кажется, кажется. А ты не подсказывай этот вопрос слушателям. Вот. Поэтому и надо узнать, хищные звери какой-то из этих 4 не ощущают, а ты ощущаешь, да? Мне кажется, я знаю. Ну что, вызовем, ребята, 211-101. Вам вопрос очень простой, понятный. Нет. Какой из 4 основных вкусов не понимают хищные звери? А, я, наверное, даже знаю. Хорошо. А если ты знаешь, то ты помолчи пока. Нет, то есть у нас как бы догадочки. Хорошо. Давайте проведем еще один эксперимент. Давайте, конечно, это очень интересно. Значит, давайте, молодые люди, у вас есть бутылочки. И в этих бутылочках жидкость. Давайте откроем их, мальчики. А. Да, открываем бутылочки. Там кто-то машет нам рукой. Судя кажется. Ты открывай бутылочку. У нас есть, у вас есть патные палочки, намочим их. Аккуратно. Да, аккуратненько. Ваша задача, давайте мы на кончик языка нанесем. То есть, заденем кончик языка этой палочкой. Аккуратно. Сладко. Сладко? Так, а у вас? Кисло. Хорошо, давайте еще раз. Кажется звонок, кажется звонок. Уже есть, да? Ну хорошо. У тебя пока на вопросы, на звонки мы сообразили. Кисло? Да. Кисло. У вас сладко правильно. Правильно все, они все правильно. Ну сладко правильно, а насчет кислого. А может у каждого определения разное? На кончик попробуй. Смотря, может на какую часть положил. Да, да, да. Ну, Михаил, у тебя вид такой, что мы просто понять не можем. Если сладко, улыбнись. Нет, не сладко точно. Это странно. Сладко, если кисло, тогда сделай страшное-страшное лицо. Ну, давайте на звонок, можно? Ладно. Так, кто у нас сначала дает Вадима? Миша отвечает теперь. Привет. Здравствуйте. Как тебя зовут? Севолод. Сколько тебе лет? Мне один. В какой школе ты учишься? Я учусь в пятнадцатой школе. Ну и ответ? В какой школе вы учитесь, меня не расслышали? В восемнадцатой школе. В восемнадцатой школе. Так, и ответ какой? Сладкий, по-моему. Сладкий. Сладкий. Хищники. Правильный ответ? Да. Я так и знала, потому что в мясе сладости почти нет. Отлично, отлично. Ну, вот видите, логика у вас работает. У меня бабушка... Так, тихо. Давайте поговорим со слушателем. Во-первых, он на телефоне. Перебивать можно, но не слушателя. Ну, зачем? Он же дозвонился до нас, у него же на телефоне. Денежки тикают. Вот. Какой приз вы бы хотели за свой правильный ответ, молодой человек? Перечислить себе? Ты хочешь книги или приглашение, или набор? Приглашение. Приглашение? У нас есть приглашение для настоящего кошатника на двоих в Коте-кафе Зуки, приглашение в Киномакс, приглашение на спектакль Маугли и приглашение в собачью деревню Мухнати. Давайте лучше набор. Набор? У нас есть огромный просто набор. Один огромный набор силы мысли. Это сила мысли, игра викторина. Все, значит, ты выбираешь набор, да? Да. Отлично. Все, значит, не клади трубочку, сейчас тебе объяснят, как получить этот наборчик. А мы пока сделаем маленький-маленький перерывчик. Ай-ай-ай-ай-ай-ай. Мы минутки, 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 да? Один иной коры. Ры-ры. Ну что, мы продолжаем нашу программу «Открывашка». Напомню, телефон нашего эфира 211-101. Мы будем по-прежнему задавать вам вопросы, вы будете отвечать, и мы будем давать вам хорошие самопризы. Напомню, что в гостях у нас сегодня кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии опорного университета нашего вуза Шушканова Елен Геннадия. Елен Геннадия рассказывает нам о том, что такое вкус, и как мы эти вкусы различаем. А вот давайте сейчас, Миша, задай вопросик, и мы продолжим разговор. Вопрос. Что такое фейхоа? Что такое фейхоа? Отлично. Фейхоа? Вопрос, и перейдем пока к нашей гости, чтобы она продолжила. Может быть, она еще какой-нибудь эксперимент своим поставит. Нет, я еще хочу рассказать о том, что вкус, оказывается, можно тренировать. Да. Даже более того, тренировка вкуса начинается еще внутриутробно. То есть, когда вы были в животиках у мам, уже тогда, в зависимости от того, что кушали ваши мамы, формировались ваши вкусовые ощущения. И очень четко известно, что если мамы придерживались очень строгой диеты, то и дети очень разборчивы в еде. Они отказываются практически от всего. А если мама экспериментировала, то тогда и ребенок активнее употребляет любую пищу. Елена Геннадия, то есть это совет мамам, да, экспериментировать, пока вы ходите с ребенком, чтобы потом было легче его прокровить, да? Если мама здоровая, то да, конечно. Понятно. У нас есть телефонный звоночек. Дмитрий? Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Маргарита. Сколько вам лет? В какой школе вы учитесь? В 70-й. Мы хотим услышать ответ на вопрос. Это зеленый фрукт экзотический. Зеленый экзотический фрукт. Это правильно? Да. А вы его пробовали, Маргарита? Нет, не пробовали. Нет? Ну, все впереди, значит. А вы не знаете, как он выглядит? Он так круглый. Круглый. Как арбуз. А он большой? Маленький. Маленький. А где он растет? На дереве, на кусте или где? Это не вопрос. Да, это уже так. Вопросы, ответ уже правильный. Это просто дополнительный. Это отличный ответ. Отличный исчерпывающий ответ. Ага. Ты что хочешь получить? Можете повторить? У нас есть книги и приглашения. Можно книги? Хорошо. У нас есть книга Мэйзи Хитчинс «Секрет пролитых чернил». Энциклопедия «Чудеса света». Энциклопедия, но она более для маленьких лошадей и пони. Книга «Холли Вэп. Щенок. Кнопочка. Или умная малышка». Можно первую тогда. Первую «Холли Вэп. Мэйзи Хитчинс». Да, да. Очень красивая книга. Изумрудного цвета. Ты ее получишь? Маргарита, трубочку не кладите. Вам объяснят, как эту книжку у нас получить. Что ты хочешь сказать? Я вопрос хочу задать. Задай. Какого дегустатора называли британским вилли-вонкой? Какого дегустатора называли британским вилли-вонкой? Вот что я хочу сказать. Меня всегда фильм «Вилли-вонка» почему-то пугал. Он такой «Вилли-вонка», «Вилли-вонка» такой, клоун. Ля-ля-ля. Ну ладно. Вопрос задан. Вопрос звучит. Уважаемые слушатели 211-101. Какого англейского дегустатора называли… Британским вилли-вонкой. Хорошо. Давайте поговорим дальше про наши вкусы. Вкус развивается у человека. То есть буквально с момента зачатия получается так, да? Получается, что да. И наиболее приемлемый вкус для всех – это сладкий. Сладкое любят все. А, я хочу спросить. Сейчас пробовали, так что, тут кислый или сладкий? Сладкий, сказали. Нет, у вас сладкий. А здесь был не кислый. Я думаю, вы попробуйте и попытайтесь определить. А можно я попробую? Можно, конечно, попробуйте. Нет, нельзя, слушай. А горький вкус для чего нам, как вы думаете? Ну, чтобы горчицу различать. Наверное. Чтобы определять, в каком веществе находится горький вкус, чтобы было неудобно. В первую очередь для того, чтобы не употреблять горькие, то есть горький вкус нам говорит о том, что что-то здесь не то, что-то нехорошо. Либо отравлено, либо так и должно быть. Ни один ребенок не сможет съесть что-то горькое, он будет опасаться. Так делают наши предки. А вот в процессе современной жизни, в цивилизованных условиях, мы привыкаем к горечам, они становятся нам знаменитыми. Знакомы. Да, приемлемы, да, мы их любим, и они оттеняют нашу пищу. Сейчас даже шоколад с каенским перцем выпускают. С каенским, с жгучим, красным перцем, с очень вкусным шоколадом. Еще хочу сказать, что на языке, кроме вкусовых рецепторов, есть очень много других, и поэтому нельзя говорить, что мы четыре только вкуса ощущаем. Мы ощущаем море разных вкусов, но это все комбинируется. Это есть четыре базовых, а от них идут отвертления примесей всякие к ним, да? Ну, это вкусовые, да. Но еще там есть рецепторы, которые ощущают прикосновение, и главное, температуру. Например, острая, это что такое? Это возбуждаются терморецепторы и возбуждаются соленые рецепторы. Мы получаем острый вкус, примерно вот так. Это такой как бы сложный получается. Острый вкус. А вот я читал, что еще у восточных жителей есть еще какой-то пятый рецептор, они что-то еще пятый ощущают. Ну, почему не только у восточных? В принципе, такой рецептор есть у всех. Просто у кого-то развеет сильнее, да? Любые рецепторы, их может быть больше, может быть меньше. Да, есть люди-дегустаторы, например, вот по поводу вопроса, который нам задал Дмитрий. У них гораздо больше рецепторов. А этот вкус, я так понимаю, вы говорите о вкусе умами. Умами, да, вот такое название. Что такое умами? Умами – это название вкуса. Почему такое слово? Потому что вкус этот был придуман, так скажем, в Японии. И поэтому это японское слово, оно никак не переводится ни на русский, ни на английский. Такое слово употребляют. У нас похожий вкус – это все эти глутаматы натрия, вот эта вся штучка вот такая, которая добавляет, там что-то такое похожее. А можно определить? Мясной бульон, например. Да, или куриный бульон. Вот который в кубиках, да? Нет, подождите, подождите, кубики – это совсем другое. Это умами, да? Такой вкус, вот если вы любите мясной такой суп, не любите, ну вот, значит, вам этот вкус не очень нравится. Это вещество, оно содержится во многих продуктах, в основном там, где много белков. Белки расщепляются, и вот эти вот маленькие аминокислоты, они и вызывают этот вкус. Так что это естественный вкус. Елена Геннадьевна, вопрос такой, вот человек, он рождается уже с этими рецепторами, или он может как-то вот путем тренировок каких-то развивать свой вкус? Нет, рецепторы, если уж есть, их можно развивать, а если их нет, то их развить нельзя. То есть, если человек горького не чувствует, то как он, не стараясь, он чувствовать его не будет, да? Можно? Мне кажется, еще один лучший вопрос задать, потому что как-то очень долго уже идем. Почему яблоко темнеет на срезе? Во, почему яблоко темнеет на срезе? Это очень интересный вопрос, потому что это такая загадка, я всегда разрезаю, думаю, сейчас приду, она будет такой свеженькой. Кстати, ведь не только яблоко темнеет на срезе, ты картошку на срезе тоже потемнеет, да? Да ладно. Вопрос такой, да, почему яблоко темнеет на срезе? Он очень легкий, давать ядер. Нет, почему, это химический вопрос. Можно еще я два слова скажу? Вот раз уж мы умами затронули, то оказывается, любой вкус можно создать не при помощи продуктов, а при помощи химических веществ. И в настоящее время этим пользуются, создавая химические вещества и усиливая вкусы. В результате рецепторы снижают свою активность. Лучше пользоваться реальными продуктами. Понятно, понятно, что, конечно, натуральные лучшие. У нас есть звонок, Соня, ответь. Привет, как тебя зовут? Меня зовут Савелий. Хорошо, Савелий. Сколько тебе лет? Десять. А ты в какой школе учишься? В ВГГ. Празднуешь ли ты Пасху? Да, праздную. А куличи пить что-то? Нет, мы покупаем их. Понятно. К месту, Соня, не к месту. Ладно, ты хочешь ответить на вопрос? Да, хочу ответить на вопрос. Отвечай. Яблоки темнеют на срезе из-за того, что железо окисляется. Это правильно? Окисляется, но не железо. А что это? Кислород окисляется. Кислород сам окисляется. Ну, говори, что так. Нет, ну давайте так, понимаем, что, Савелий, что-то окисляется, да? Да, из-за окисления. Из-за окисления темнеет. Да, это легко. Миша, подскажи-ка нашему слушателю. Что окисляется-то, Михаил? Окисляется? Сам забыл, да? Ну и ладно. Главное окисляется. Главное окисляется. Будем считать, что ответ правильный. А я хочу вот еще на связи своего вопрос немножко подсказать, чтобы было полегче. Этот дегустатор за два года поправился на 15 килограммов, и ему запретили пробовать шоколад. Это какой-то полегче называется, да? Да, это пока вопрос. Ладно, давайте нашему слушателю уже вручим что-нибудь. Ты что хочешь, книгу или приглашение? Приглашение. У нас есть приглашение для кошатников в кафе Кота-кафе, даже Зуки, билеты в Киномакс, приглашение на спектакль Маугли и приглашение в деревню Махнатия. Можно два приглашения в Кота-кафе? В Кота-кафе? Это отлично, Савелий. Отлично, да. Отлично, все. Мы сейчас сделаем маленький перерывчик. К сожалению, Елена Геннадьевна нас покинет, у нас появится новый гость. А мы подготовимся пока и зададим следующие вопросы. Хорошо? Пока, перерывчик. Мы корзиночки несем, хором песенку поем. Урожай собирай и на зиму запасай. Ой, да, собирай и на зиму запасай. Мы, ребята, молодцы, собираем огурцы и фасоль, и горох урожай. Урожай у нас неплох. Ой, да, и горох урожай у нас неплох. Ты пузатый кабачок отлежал себе бачок. Не ленись, не зевай, а в корзину полезай. Ну что ж, мы продолжаем нашу открывашку. Напомню, телефон нашего прямого эфира 211-101. Мы сейчас сразу зададим вопрос. Соня, задай вопрос сразу. Сразу, да? Конечно. Хорошо. Изготовление какого продукта никогда не удается с первого раза? Есть даже такая поговорка. Изготовление какого продукта, но какого продукта питания имеется, да? Никогда не удается с первого раза. Есть такая русская поговорка. Это вообще... Все, вопрос задан. А мы представляем нашего гостя. Мы переходим, так сказать, от слов к делу. То есть у нас человек, который занимается едой профессионально. А у нас... Это шеф-повар кафе Гран-Буфет Николай Матвеев. Он нам сегодня будет рассказывать, как приготовить именно вкусную и полезную еду. Да? И про то, как можно сочетать необычные продукты, чтобы получилось интересное блюдо. А сейчас мы пока ответим на вопросы. Здравствуйте. Как вас зовут? Коля. Сколько вам лет? Десять. В какой школе вы учитесь? В ВГ. ВГ. На какой вопрос вы хотели бы ответить? Какой дегустатор распредел... Какому дегустатору запретили есть шоколад, потому что он растолстел? Ага. Ну, да. И кто это? Ответ. Это Энгус Кеннеди. Все правильно. Ответ правильный. Отлично. Ну что? Ты что хочешь получить? Книгу или приглашение? Какие есть книги? У нас есть энциклопедия Чудеса света. Энциклопедия для начинающих лошадей Японии, но она тоненькая такая. Холли Вепшина, Кнопочка или Умная Малышка? И все? Да, и все. Все. В основном все. А какие есть приглашения? Приглашение, билеты в кинотеатр Киномакс, на любой фильм, как я понимаю, да? Да. Приглашение на спектакль Маугли, приглашение на семейное посещение собачьей деревни Махнатия. Давайте тогда энциклопедию Чудеса света. Энциклопедия Чудеса света. Все прекрасно. Трубочку не клади, тебе объяснят, как можно будет эту энциклопедию получить у нас в редакции. Николай, добрый день. Здравствуйте. Ну, что будем делать сегодня? Как построим наш разговор? Так, ну, я думаю, начнем с того, что главный вопрос, как приготовить вкусную и полезную еду. Конечно. Так, и я, наверное, сразу же расскажу. То есть, чтобы приготовить вкусную и полезную еду, то есть, для этого, на самом деле, очень простой секрет. Надо выбирать правильные продукты. Вот. Правильные продукты и, собственно говоря, на примере овощей это сделаем. То есть, кажется нам, что овощи, это достаточно так просто все. Мол, посмотрел, они красивые, лежит такой цветной, яркий, и все, можно брать. На самом деле... Поблескивает особенно, прямо так рука тянется. Да-да-да-да-да. Это неправда. Вот. Именно, да. Внешний вид очень обманчив, то есть, получаться. К большому разочарованию нашему, многие овощи и фрукты транспортируют еще недозревшими. Вот. А потом уже начинают там пичкать разной ерундой, доводить искусственно до готовности, ну, до созревания. Вот. И, по моему опыту, зрелый вкусный продукт должен правильно пахнуть. То есть, помидор, например, помидором, груша-груша, персики, сами понимаете. А я хочу задать еще вопрос зрителям, потому что уже... Подожди, у нас вопрос зрителям пока висит в персике. Нет, ну, ребята, уже два вопроса задали. Я понимаю, задавшидаш, конечно. А может я тогда нашему гостю... У нас звонок. Как я понимаю, огурцы, вот когда мы с мамой приходим в магазин, они всегда бывают, ну, чаще всего зимой такие вот так вот можно сделать дугу. Это из-за чего такое вот? А, давайте как раз-таки на примере огурцов ты и приведу. Так, огурцы выбираем среднего размера и хорошо, если он будет похож на огурец, вот как раз-таки, а не на бумеранг. Вот. Чтобы он не был весь изогнутый. То есть, как проверить его... Вот так? Нет, вот так как раз-таки. Если он гнется, если он гнется, значит уже с ним что-то не то. То есть, как бы, он уже не совсем свежий. Он ломался должен, по идее, да? Либо он хранился как-то, ну, неправильно. Вот. То есть, вы подходите, главное, чтобы этого никто не видел, берете огурец в руку, немножко сдавливаете его. То есть, если он свежий, если он хороший, ну, хорошо и правильно хранился, Он крепок. Крепкий, да, и упругий. В идеале у него еще светло-зеленый цвет будет. А вот такие, вот такие непонятного зеленого цвета, как заборы красят это огурец? Да. Да, вот это о том, что я говорил, что, ну, либо выращивают их в определенных специальных условиях и поливают там тоже, ну, мы не знаем, чем. Удобрениями какими-то. А вы знаете, что так длинный-предлинный огурец? Вот, про них сейчас мы говорили как раз-таки. Длинный-предлинный, они вот такие темно-темно-зеленые. Да, они вкусные очень. Так, маленькая пауза. У нас есть человек дозвонившийся, который пожелал ответить на наш вопрос. Хорошо, Дмитрий. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Вика. Сколько вам лет? Одиннадцать. В какой школе вы учитесь? В десятой. Мы хотим услышать ответ на вопрос. Продукт, который не удается никогда с первого раза, это блин. А какая есть такая русская поговорка по этому поводу? Первый блин-колон. Это абсолютно правильный ответ. Ты что хочешь, книгу или приглашение? А какие у вас книжки есть? У нас есть энциклопедия для начинающих лошади и пони, есть щенок-кнопочка или умная малышка, и вот у нас недавно доставили книгу все о технике. Ну? Может, ты билет тогда хочешь куда-нибудь, например, в кинотеатр? Билет в Киномакс. На две персоны? На две персоны, на любой фильм. Можешь с мамой сходить, или там... Или с папой. Или с другом. Или с другом. Давайте тогда билеты в кинотеатр. В кинотеатр. В кинотеатр. В кинотеатр. Отлично совершенно. Трубочку пока не клади, сейчас тебе расскажут, как ты получишь эти билетики. Так, Дмитрий, вопрос слушателям, чтобы не скучали. Что должен определить дегустатору шоколада? Два фактора. То есть, что он должен определить, для чего? Чтобы понять, что шоколад хороший. Какие два фактора должны выделиться? Ребят, если ответите, хорошая упаковка, это не то. Сразу говорю о том. А ты не подсказывай, между прочим, Соня, так нечестно. Может быть, кто-нибудь хотел сказать хорошая упаковка? Я бы не зачала, все равно. Ну ладно, все равно это речь о дегустаторах, дегустаторах упаковки, по-моему, не пробуют, да? Насколько я знаю. Так прям шоколадом. Николай, давайте вот пройдем. Ну хорошо, мы выбрали вот этот правильный огурец, но это вот есть какая-то гарантия, что нас все равно не обманули, да? Так, я подведу, наверное, итог вот от того, что все было сказано. То есть первое правило, которое нужно определять, овощи, фрукты, неважно, что будет, по запаху. По запаху. То есть он должен пахнуть так, как... Естественно, должен пахнуть. И вот это вот второе правило про естественно. То есть вспомните, когда вы, ну, видели кто-нибудь на даче, там, у бабушки на грядках. Я нюхаю все. в магазине, просто чтобы определить, что это значит. Немножко о другом. То есть вот смотрите, представьте, там, дача, грядки какие-то бабушки. Вспомните лето? Да. Вспомните, как выглядят там фрукты. Ведь все их собирали. Ну ладно, может не все собирали, кушали прям 100% все. Тем более, с куста сорвешь, да это же так классно. Смородина. Да все что угодно. Вот с вишней. Помидорки вот эти вот летние. А как все это выглядит? Тихо. Как все это выглядит? Свеже, хорошо так, плотненько. Ну если, если да, взять это все вместе, то это выглядит естественно. То есть вот как вот именно это и должно быть. Вот к естественности мы и стремимся. То есть он должен выглядеть вот не таким огурцом там, да, не каким-то чрезмерно большим там помидором. Не таким ярким, раскрашенным такое ощущение, что прям как будто красиво. Правильно я понимаю, что если огурец и помидор вне цвет радуги, и не думайте, что если он большой, это просто рекорд гиннеса, и он самый хороший, да? Да, именно, именно. А вот, ну а если нельзя покупать такие гигантские огурцы? Ну почему, почему нельзя? В принципе, я не могу никому запретить, что можно или нельзя, то есть на вкус и цвет, как говорится. Более полезно, то есть что более натурально выглядит. То, что естественно. Да, то, что естественно. это всегда лучше. Да. Наверное, понятно. И вкуснее. Не всегда вкуснее, но все равно лучше. Так. Ну что, перейдем, наверное, к практической части уже теперь. Можно, да? Да, потому что вот там такие приборы лежат, и очень интересно, как они сейчас все заработают. Тут миксер, яйца, мягочечечка, Так, что ты там увидел? Яйца это точно не приборы. Миксер, да? Яйца. Два слова расскажу примерно. То есть, мы сейчас сделаем основу майонеза, то есть именно основу. А почему основу? Потому что дальше из нее можно сделать уже все что угодно, любую заправку. То есть, можно добавлять туда разные специи, там, да, соки лимона и прочее. В общем, так, и из этого уже сделать любой-любой соус, который вам захочется. Ну, у нас звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Ковятин Павел. Еще раз, можешь повторить? Ковятин Павел. Ковятин Павел. Сколько вам лет? Восемь. Восемь. Ага. Вы в школе или в детском садике еще? В школе. Восемь лет? Сколько? Ну, я восемь лет лично в школу пошел. Ага. В каком вы классе? В первом. В первом. Мы хотим услышать ответ на вопрос. Хорошо. Еще раз. Хорошо. Я не поняла. Можешь? Вкус и запах. Вкус и запах у шоколада, да? Нет, неправильно. А почему неправильно? Ну, вкус все равно надо, дегустатор проводят на вкус шоколада. Там немножко другое. Там другое нет. Нет, погоди, погоди. Ты задал вопрос, там было два твоих варианта ответа. Ну, вкус и запах все равно никуда не деваются. Нет, дегустатор по запаху шоколада. Ну, по вкусу может быть, но по запаху никогда не дегустатор. Ну, во-первых, вкус без запаха вообще невозможен. Все равно все вместе воспринимается. Но это неправильно. То есть ответ может быть не совсем точный, но я думаю, человек в общем-то постарался и подумал. Давай мы все-таки его... Ну, хорошо. Давай, да? А ты потом скажешь правильный ответ. Давайте я расскажу. Хорошо, скажи. Липкость и как шоколад расхрустывается во рту. Как хрустит. Так, хрустит. вот что будет. Ну, это как бы свежести продукта. Элскимо. Ну, опять же, вкус и запах, мне кажется, тоже очень важны для шоколада. Поэтому давай все-таки наградим человека, не хотим отпускать человека. Не хотим отпускать. Хороший парень. Что ты хочешь? Книгу или приглашение? Приглашение. У нас есть приглашение на спектакль Маугли и приглашение, ну, в собачью деревню Махнатье. Маугли. На спектакль Маугли. Отлично совершенно. Не кладите трубочку, пожалуйста, вам сейчас объяснят, как получить пригласительный билет. Вот он у нас уже здесь. Две персоны, по-моему. А мы вернемся к нашей основе майонеза. Майонез вообще, вот это что за соус такой? Как вот он? Из чего он состоит? Ведь я воспринимаю этого как что-то уже такое готовое, целое, неразъемлемое, так сказать. Ну, майонез, это основа его все равно. Яйца. Яйца, горчица и либо лимонный сок, либо уксус. То есть, ну, мы сегодня будем делать и без сока, и без уксуса. Именно основа. У нас это все майонез есть горчица. Во всем, на который, вот Ольвис, Драма, там везде есть горчица. А там на упаковочке написано везде. Да, там еще много чего написано. Да, горчица есть, У меня мама есть майонез, а у меня лишь гена горчица. Ну, видимо, все эти дела в количествах. Бывает, бывает. Не в чистом виде горчица идет, бывает. То есть, именно вкусовые нет, просто добавки вкусовые. Да и горчица разных сортов бывает. Такое растение, это и очень много разный совершенно. Там от очень горькой до очень сладкой. Вот. Продолжаем про майонез. Так, про майонез, про майонез. В принципе, много, много, долго, в принципе, можно рассказывать про это. Давайте посмотрим просто. Да, просто посмотрим. Давайте возьмем прибор и посмотрим. А вы нам дадите майонез домашнего своего. А вы сейчас увидите, и, конечно, потом попробуйте. дома даже приготовить? Я говорю, домой с собой дадите баночку. Баночку, вот в эту, да, посмотрим? Если будешь хорошо себя вести, мы тебе накапаем в баночку. Так, разбить яйца, да, мисочку? Да, я покажу два способа, то есть один будет у нас более простой, и давайте мы с него начнем. Он будет делаться из целого яйца, сразу же туда. Горчички. Горчички. Не позаботился, конечно, о ложке? кстати, на любой упаковке обычно пишут состав, и если там есть горчица, то пишут, вполне возможно, что какой-то майонез делают и без горчицы. Их очень много разных по названиям. Вот. Так, горчичка пошла туда. Это у нас? Это смесь перцев у нас. Разные перцы, а красный, белый, черный? Еще и зеленый бывает, и душистый бывает, и каких только не бывает. но так и есть. Грузовый розовый здесь. Может, перец пчели? Соль. Соль, да. Соль. Так. Так, я сзади курую масло. Так, и масло. Самое главное, это масло. Ну, оливковое, не оливковое, можно растительное, но лучше оливковое. А скажите, а вот какой нашу белый цвет придает? А сейчас ты увидишь, как он получится. Вот сейчас, когда начнется вот это все мешаться, начнет, то вот из этого желтого получится белый, как ни странно. Я когда первый раз вот такой майонез сделал, уже сильно удивился. То есть, это вот сейчас пока только яйца и специи взбиты, да, здесь? Да. Ага. И потом туда тихонечко, наверное, будет добавляться масло. Сейчас мы все увидим. Так. Миша, хранитель масла. Немножко блондармей не достает, надо брать поуже немножко. Вот почему майонез называют очень жирным. Масло-то там. Ну, масло-то растительное и оливковое. Оно как бы не самое плохое на свете. Все равно. Не самое, но все равно. Видишь, что он уже становится белее. Он становится белее. Сейчас немножко еще масла будут добавлять, и он будет белее, белее, белее. Как парус одинокий. Белеет парус одинокий в тумане, в море голубого. А здесь у нас... Что ищет он в стране далекой? Что кинет он, стране, но он... Ладно, это не по теме немножечко. Не по теме, но, между прочим, вы смотрите, вот пока мы тут стихи читали, у нас вот в этой мисочке возникло что-то очень похожее на майонез. Стих написал Лермонтов, если что. Да, Михаил Юрьевич, если что. То есть майонез сам по себе, что это вообще такое? Это эмульсия. А эмульсия, скажем так, совмещение несовмещенного. Никакого. Ага. Продукты, которые, в принципе, не могут друг с другом перемешиваться, да? Допустим, если мы сейчас просто нальем это же масло в яйцо, но они же не будут вместить. Они не будут вместить. А вот за счет манипуляций вот такие... Николаевик, смотрите, майонез изобрели довольно-таки давно, когда ни блендеров, ни миксеров еще не было. Ложечкой, ложечкой. Майонез изобрели довольно-таки давно, и тогда еще ни миксеров, ни блендеров не было. Мне кажется, ложечкой. А? Венчик придумали давно. венчиком сбивали, да? Но это довольно трудоемкая работа. Посмотрите, он начал нас уже пустить. Это, скажем так, у нас и получается основа для любого соуса. Но мне кажется, не каждый осмелится делать таким хорошим способом, иначе тысячи людей понадобятся, чтобы выпустить баночки такие. Ну, ты имеешь в виду венчиком сбивать? Ну, раньше просто как... Ну, как эти назвали домашний майонез. Под звук, когда блендер касается пола. Так. Ну что? Он белый. Белый. Взяли желтое яйцо, взяли желтое масло, взяли коричневую горчицу, получили белый майонез. Мне нравится из желтого белый. Налейте нам майонез, я сейчас высыплю тебе бабу куда-нибудь. Мне. Ну, не надо от него ждать такого же вкуса, как от магазина. У него другой вкус. Абсолютно другой вкус. Он, да, может быть, пустоватый отчасти, да? Можно же для него что-то еще добавить потом. Да, и я вот именно к этому говорю, что получается, что у нас? Давайте экспериментом. густой какой. Опаньки. Ой, не надо. Посмотрите, посмотрите только, какая густота. Хотя все жидкое было. Да, было все жидкое. То есть, и дальше мы сюда можем что? Мы можем сюда добавить любые специи, свои любимые. Николай, если можно, чуть-чуть микрофончик упрещайте, да, потому что уже немножко вы ушли. А можно посмотреть майонез? Да, конечно. передай, посмотрите его пока. Пальцем не лазить. То есть, вот я вам показал, в принципе, основу, основу, основу всех основ. Дальше из этого можем сделать любой-любой соус. Нет, не выйдет у тебя так. Я только что переворачивал. А ложечкой дай, ложечку дай тебе. Ложечка, ложечка после эфира будет. Очень вкусно пахнет. Пахнет, конечно. Как тартар. Тартар, на тартар похоже. Именно. Тартар тоже на основе делается вот этого. При тебе сюда разбили яйцо, при тебе сюда добавили чуть-чуть горчички, соли и перца, потом далили масло. Если туда добавить огурчик, вообще тартар будет. Огурчик, оливочки покрошусь, чесночка добавишь, бот, тартар. Пахнет вкусно. Откровенно, очень вкусно. Сегодня у вас, ребята, будет майонез хороший на обед. То есть, это вот как бы такая основа возникает, да? Да, это основа. Запах шикарный. Цезарь еще. Можно, могу рассказать вам еще, как сделать, допустим, блюдо вкусным. Сейчас, секунду. Миш, задай вопрос, и мы будем продолжать дальше. Какой самый большой овощ был выращен в мире? Какой самый большой овощ был выращен в мире? Так никому не говорить. Все знают, никому не говорить. А я не знаю. Не знаешь? Никому не говорить. Такой хлеб овощ. Продолжаем хлеб. Выкапывают. Как сделать блюдо вкусным? На самом деле, все тоже очень просто, и весь секрет все-таки в специях. Конечно. Но тут есть один нюанс, который, их почему-то стали очень бояться. Все-таки специи, как это? Нет, нет, нет. По большому счету, напрасно. Вот если логически разобраться, то есть мы можем себе позволить, да, скушать там базилик свежий. И сказать, что это очень полезно. А почему мы не можем взять там уже в сушеном виде? Ведь он у нас долго ли хранится? Может дня два, три максимум в холодильнике полежит, и все, он весь повянет, у нас уже некрасивый. Ты что загрустила? Ты повянет. 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 Да, да, да. С вот такими синеватыми листиками, да? Вот. Другое дело, различные кубики, вот эти добавочки, вот в которых там целый список, там будет ета. Вот. Вот этого стоит опасаться, да? Ну, то есть если вы следите за сушеной. А вот эти вот сушеной зеленью ее опасаться не стоит. Конечно. Она очень разнообразит еду, то есть можно из одного и того же, с разными добавками сделать совершенно разные вещи, да? Да, вот к этому я веду то, что нет ничего плохого в натуральных травах и приправах. То есть они наоборот несут колоссальную пользу, они возбуждают аппетит некоторые, другие наоборот его притупляют. То есть там, это целая наука, в которую если вдаваться, там очень-очень много всего интересного. Да и сам запах просто приятный как-то вот этот вот. Да, и плюс к этому всему вы получаете удовольствие от еды. А физиолог Павлов сказал, что нормальная еда это только та еда, которая с удовольствием и с испытываем аппетитом, да? Вот именно, да. Какой бы полезная еда не была, если нет аппетита, нет удовольствия, то она уже вредна. Так, у нас есть телефонный звонок, кто отвечает? Так, ну ладно, Соня начинала, Соня закончит нашу программу. как тебя зовут? Витя. Сколько тебе лет? Восемь. Восемь. А в какой школе ты учишься? Да, в первом классе. Нет, ну в какой школе? Школа номер. А, в семидесятой. В семидесятой? Ого, даже я не знаю такую школу. Ну ладно, ладно, отвечай на вопрос. Тыква. Тыква. Михаил Николаевич, правильный ответ? Правильный. Ответ правильный, тыква. Не подскажешь, сколько весила самая большая тыква? 760 килограмм. Это меня придавит за секунду? Всех нас придавят за секунду. Вот Николай, представьте, заходите в магазин, там тыква на 760 килограмм. Но она же вроде бы неестественная. Это все выращено на всяких концентраторах, удачной, всяких не полезных. Мне надо, кажется, уже отпустить нашего слушателя с подарком. Конечно, конечно. Итак, что ты хочешь? Книгу или приглашение? Приглашение на Маугли. К сожалению, у нас его уже забрали. Но у нас есть приглашение в собачью деревню Махнати. И еще книги есть хорошие. Очень интересно. Давайте книгу. Есть отличная энциклопедия. Все о технике. Все о технике. Лошади, пони, щенок, кнопочка или умная малышка. Возьмешь энциклопедию «Все о технике». Большая книга, красивая. Как раз для мальчика. Для начальной школы, мне кажется, там... Это очень интересно. Возьмешь. Возьмешь. Молодец. Отлично. Тогда трубочку пока не клади. Все, меня придавило. Тебя придавило. Техникой придавило. Ну, у нас уже совсем немного осталось все время. Помогите, пожалуйста. Майонезы налейте мне. Майонез после эфира. И сейчас просто закончить, что ли, эту тему, как вот... Насчет вкусовых вещей, как вот... Хорошо можно использовать приправы, да, вот эти вот, да? Да-да-да. Но желательно избегать? Избегать. Вот. Многокомпонентные, когда приправы там уже есть, многое готово к мясу, допустим. Вот обязательно читать состав, чтобы там не было ничего лишнего. Ой, да вот там как поймешь, там какая-то гуаровая кометия-то лишняя или не лишняя? Вот-вот. Вообще, что это такое? Ну, это очередная добавка, то есть это как загустители идет. А можно я задам еще один вопрос? Стабилизаторы различные, вот. Можно я задам один вопрос? Можно я не успею ответить? Да, он простой. Хорошо, задай. Какой овощ пришел в Европу из Перу? Из страны Перу? Из Южной Америки? Да. Какой овощ пришел к нам в Европу из Южной Америки, и причем из страны Перу? Потому что к нам много чего из Южной Америки пришло. Хорошо. Все, вопрос задан. Продолжим дальше. А вот еще вот эти все вот Е. Некоторые говорят, что вроде это все вполне съедобно и проверено, и вреда не доставляет. Ну, мы на самом деле, по большому счету, не узнам, у кого, как воспринимают организм. То есть это дело индивидуальное, вот так назовем. Ну, я считаю, что лучше немножко поберечься, то есть не экспериментировать. На себе особенно. Да, на себе особенно. Этот майонез пахнет, как бифидум бактерий, если честно. Такой вкусный. У тебя уже так столько впечатлений от этого майонеза. Да, этот майонез очень вкусный. Надо идти пробовать, да. Нет, но на самом деле, правда, что хорошо, когда продукты естественные, то ведь их аромат всегда богатый вот такой, да? Каждый может что-то свое там учувствовать. То есть он хранится, грубо говоря, там до двух дней в холодильнике. И вот неважно, что там, рыбу сегодня готовили, вот как сказали, давайте сделаем из него тартар. Тартар, тартар. Вот, также мы можем заправить салат, то есть добавить немножко бальзамика, чеснока. Ну, бальзамика, это уксус бальзамика. Да, 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 чуть-чуть, да. То есть немножко чего-то такого там, или вина может быть, да? Да, либо сока лимонного. Можно теперь, давайте поговорим, может, немножко о сочетании продуктов, там, необычное сочетание, там, немножко разберем. Ну, вы шеф-повар, конечно, это же вам приходится это делать. Да, и это вообще отдельная тема, тут главное не до сочетации, я не знаю, до изжоги. Вот, а в целом, в целом, это рождает новые рецепты. Вот, например, недавно смотрел мастер-класс известного шеф-повара Владимира Мухина. Кажется, для кого-то известного, а для кого-то нет. Ну, в наших руках он известный, да, теперь ты знаешь, да. Так, не перебивай пока, давай, дослушаем, раньше мы не дослушаем никогда. Я спросить хотел вас. Потом. Он там делал паштеты с куриной печенью с темным шоколадом. Из куриной печенью с шоколадом? Да, 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 кто бы мог подумать, да, вот, он попробовал. Мне интересно. Да, и достаточно какой-нибудь, интересно, достаточно продукт получился. Я потом тоже пробовал воспользоваться. Николай, пробовали? Да, да, да. Да. И как? Как сейчас это можно называть? Фьюжн такой? Фьюжн, да, это очень такой жесткий фьюжн, по-моему. Фуагра, фуагра. Нет, погоди, насчет фуагры. Так, вот. Но ведь так же можно честь так, что потом люди просто в инфекционную больницу у меня попадут. Нет, 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 ни в коем случае. Это же все делается тоже, там определенная грамма, определенная норма, это все долго разрабатывается. Это надо руку. Но суть в том, что вот за счет такого интересного сочетания можно разнообразить свое меню, используя вроде бы обычные продукты, да? Да, и вот новая тенденция у нас сейчас как раз таки, ну как новая, она, наверное, может, даже немножко отходит, получилось, как я ее называю, подножный корм, то есть получается. Вот многие шеф-повара сейчас ездят в лес, собирают там ягель, листья и прочее. Ягель Италии не мог, да? Да, то есть его хорошо промывают, 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 дальше жарят там, допустим, например, во фритюре, и то есть у него такие интересные... Ягель жареный во фритюре. Да, и он идет... А вы мастер-классы проводите? Скажите, пожалуйста, я запишу ваш телефон. Скажите, а у вас был шеф Ивлев? Что еще раз? Шеф Ивлев был. Это Орел и Решка? Нет, у нас в Кирове не было еще ни у кого. Это, это, как называется, на ножах. Да, ну так это Орел и Решка. Это на ножах. Ну ладно, ребят, это вы потом поспорите за эфиром, у нас осталось, сожалению, совсем мало времени. Орел и Решка, это тоже программа, как она называется, пятница. Я говорю, у нас осталось совсем мало времени, на вопрос у нас пока ответа нет, поэтому сейчас уже будем прощаться, разговор закончим. Поговорите чуть попозже. Николай, заканчивайте. Итак. Насчет смеси и вообще насчет полезной пищи. Так, и насчет полезной пищи, насчет полезной пищи. Давайте подведем итог тогда. Да. Итог будет такой, еще раз, то, что все первым делом нюхаем, второе дело смотрим на естественность. Соответственно, так же, как мы выбираем там, допустим, сметанку, например, чтобы на ней не было никакой водички там сверху, там даже она пусть будет молочная. Такой, это такой, когда сметана, когда ее там отстаивается. Если она отстаивается, значит ее чем-то развели. Осадок такой небольшой. А если краска, а если в краске водичка, значит ее тоже разводят? Ну, к счету краски не знаю. По-моему, никогда не было. Про сметану могу ответить. Ну да, потому что мы все-таки про еду говорим, а краску мы не едим. Это еще в брынзе бывает тоже такая водичка, когда ее отмачивают, там сыр. А вот в брынзе уже нормально. Это нормально, да? Да, в брынзе нормально. Это рассольный сыр, там без этого не может быть. А, сыр, брынгая сыр. И также про мясо, то есть никаких темных пятен должно быть. Оно должно быть розовое, оно должно быть свежее. То есть, во-первых, на упаковочке всегда читаем, во-вторых, смотрим внешне. То есть, там, если на нем какие-то уже теплые зеленоватые пятнышки, то ложим на место, уходим. А можно вас спросить, а какое лучше выбирать мясо для шашлака? Ну, там, баранина, свинина, что лучше? Баранин самое лучшее, мне кажется. Это вот уже по вкусу. Для кого-то баранина, для кого-то свинина. То есть, вот если... Ну, что полезнее, то, а кто-то, если трассу шашлычки уважает. Да, 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 да. Что касается полезнее, тут, ну, наверное, менее жирно то, что либо говядину, либо баранину можно взять. Ну, отлично. Ну, что, мы сегодня заканчиваем нашу программу. На последний вопрос у нас, к сожалению, остался без ответа. Давайте я отвечу сразу. Ответь, на всякий случай. Это картофель, всем любимый картофель. Ну, все знают, конечно, но просто почему-то не ответили. Конечно, картошку там привезли в Южной Америке, долго учили европейцев ее есть. До свидания. Вот, ну, сейчас мы прощаемся. Напомню, что у нас в гостях был шеф-повар кафе «Гран-Буфет» Николай Матвеев, а также трое моих соведущих, Софья Занько, Дмитрий Рябов, Михаил Голиков. У микрофона был Николай Голиков. До следующей встречи в воскресенье. Пока-пока. Всем до свидания. До свидания. Детская познавательная программа «Открывашка». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова